В общем, хотели снять обзорчик лодки. Специально собрали, помыли, но не успели. Лодку купили, повезли. Понятно, что хорошо, но все-таки хотелось сделать видео. Будем снимать видео про вот эти лодки. Лодки уже хорошо известны в узком кругу любителей горных рек, горной рыбалки, водометчиков. И наконец добрались они до Владивостока. У нас сегодня отличная погода, сезон начинается. Выдра 4,3. С трансом уже под водомет. Транец составной. Все вам еще будем показывать подробно по каждой лодочке. Наберем сейчас видеоряд и вам покажем. Ну и лодка Шерпа, которую, признаться, я вживую вижу первый раз. Меня она приятно, очень приятно поразила. Вы посмотрите, какой огромный кокпит. Здесь просто челнок какой-то, шаттл. Сюда поместится весь походный шмурдяк, который можно и нужно брать с собой на отдых. Ну и здесь, конечно, у нас транец уже под водомет, усиление. Все мы сейчас вам покажем. Лодка очень интересная. И я очень рад, что уже на Дальнем Востоке такие лодки у нас стали появляться и это очень здорово. Шерпа действительно уникальная серия. Перед вами модель 500G. Лодка с уплощенным вертикальным бортом переменного сечения. Выгода очевидна. Высокий борт это больше места внутри, а узкий баллон это опять же больше места внутри. Плюс еще колбаса фальшборта сверху. И это по-настоящему серьезная работа производителя. Лодка получилась не дешевая, но весьма толковая. Все на своих местах, конструктивные решения уже обкатаны на предшественниках и здесь у нас просто большая лодка под водомет. Большая именно внутри. Транец изначально высокий, под водомет. Верхняя секция в виде пазла вставляется в основную деку. Без нее лодка отлично идет под винтом на моторе с ногой С. Транцевый узел вклеен в корму. Площадь контакта с баллонами у него получилась большая, вклеен почти коробом. Плюс усиление тягами с опорами на баллон. Опора прячется в карман. Если лодку надо собрать, все это несложно демонтируется. Усилители нужны, чтобы транец не развалился раньше положенного срока. А какой он на самом деле, сильно зависит от условий эксплуатации. Но пользователи говорят, что все вполне надежно. Надувное дно низкого давления. До боли знакомое многим синева и шероховатость настила. Вклеено все безупречно. Лодка комплектуется носовым козырьком. Крепится он с тропками напряжки и ручки для переноски. Никаких фастексов и молний. Лодка не для вечерних прогулок. Снизу тоже все синее. Это дополнительный бронирующий слой ПВХ поверх основного конструктивного. Лодка будет ходить по камням, и производитель это, конечно, имел на карандаше. Довольно длинный тоннель, жесткий короб водовода за трансом. Да и вообще, как видите, за трансом лодка не кончается. Очень развитые косынки-интерцепторы для лучших ходовых качеств. Видно, что корма и границы водовода дополнительно усилены несколькими слоями материала. Это, опять же, из практики хождения по сложным рекам Сибири. Именно там находится водометная мекка нашей страны. Кстати, да, весла у лодки, конечно же, есть, но они коротковаты для столь высокого борта. Грести в одиночку будет не очень удобно. Это видно и без воды. Лодки-выдра, конечно, много более известная серия, и в данном случае у нас 430-я под водомет. Крой баллонов этой лодки очень гармоничен. Помимо всех своих прочих достоинств, она еще и здорово смотрится. Транец такой же, как и на предыдущей лодке, под водомет, только без балок усиления. Лодка относительно небольшая, и они здесь в принципе ни к чему. Дно также усилено ПВХ тканью, все проклеено добротно и на совесть. Нужно обратить внимание на комплектацию. Здесь есть ключи для замены клапанов, а также манометр, что, конечно, вообще здорово. Плюс два отреза ПВХ ткани. Один в цвет лодки, другой на броню днища. Видно, что армирование у него посерьезнее. Тюбик клея для ремонта. Вещь однозначно не лишнее. Вот здесь хочу обратить внимание на ручки. Ручки-сумки. Посадовый шланг. И он хорошего качества. Легко переносить, руку резать не будет. Каждая стропка очень тщательно прошита. Видно, что нитки капрон. Ничто у нас не торчит, не болтается. Сделаны грамотно усиления. Вот казалось бы, ну просто сумка, это же не лодка. Но тем не менее, как производитель относится к мелочам, в том числе к сумке, так он относится и к лодке. Вот здесь, на мой взгляд, все очень здорово. Я, конечно, сторонник таких крепких вещей. И, на мой взгляд, чехол можно было бы сделать, конечно, еще более прочным постным. Потому как все это на забросках каких-то, на перевозках. Все это где-то болтается в кунге, там, может, где-то в поездах все это возится, на машинах, в багажниках. Поэтому все вот это вот снабжение, в том числе сумка, чехол, на мой взгляд, должны быть, ну, самого лучшего качества. И тот производитель, который начинает экономить на сумке, мне кажется, идет совершенно по неверному пути. Цену и комплектацию на эти лодки вы можете уточнить на сайте водник.ру